Без альтернативных программ, без альтернативных кандидатов выборы не могут быть оценены как полноценные, справедливые и честные. У нас нет банков, у нас есть государственные предприятия по управлению государственными финансовыми ресурсами. Никто, как говорилось раньше, Академиев не кончал. Единственное средство преодоления противоречия между извечным эгоцентризмом человека и интересами общества это духовная скрепа общества. Есть узкая группа умных людей, которым гораздо лучше решат, как развиваться обществу, чем дать это, скажем, на откуп невидимой руки рынка. Почитатель Симонова, когда он беседовал со Сталином, и Сталин ему говорил, нам нужна левая газета, которая абсорбирует в себя мнение определенной части интеллигенции. Я никогда не задаю вопрос, и не люблю, когда мне в душу лезут. Поэтому без комментариев оставляю этот факт. Садык Салькович, ваша карьера, по сути, ровесник независимости Узбекистана. Как она начиналась? Расскажите, как студент-экономист выпуска 1976 года, в 1996-м стал советником президента. Во-первых, я хочу поблагодарить за ваш интерес. Без всяких, скажем, я не знаю, как ответ на комплименты, для меня это большая честь. Искренне. Потому что, действительно, вы правы, как-то часто обращаются за интервью узбекской телевидения, но это совершенно другой сегмент, который, я как понимаю, ваша аудитория мало смотрит. И поэтому для меня принципиально важно, в том числе, воспользоваться вашими ресурсами, для того, чтобы дойти еще до нового пласта нашего общества, который очень интересен мне самому. И теперь возвращаясь к вашему вопросу. Вы знаете, я работал в Ташкентском университете, преподавал экономику на разных факультетах. У нас там были друзья. Это был Ташкентский университет. Этим все сказано. Это особый мир университет. – Ташкентский университет. – Ташкентский университет. – Я тоже закончил, кстати. – В какие годы вы учились, я не знаю. В те годы, когда я учился, там еще сохранились корни тех первых, тех, кто создавал университет. Еще работал Райкова, еще работал Гранитов, еще были те школы научные, которые сделали этот университет тем, что он есть. Это ведущие учебные заведения всей Центральной Азии. И не только. Причем там был особый дух. Вы знаете, был дух вольнодумства. Я вот был членом ученого совета университета в силу многих обстоятельств. Я помню, что там иногда говорили такие вещи, что те гости, которые к нам приходили, или те, кто только пришел в университет, у них немножко отрапь их брала. Потому что университет был всегда вольнодумным. И очень правильно. В общем-то, университет, где нет элемента свободомыслия, это не университет. Только через дискуссии. Когда нет каких-то ограничений, университет может стать университетом. И вот я получал огромное удовольствие, работал в университете, занимался наукой. И это все было интересно. Но тут началась перестройка. Все пришло в движение. Ко мне вдруг начали обращаться, что перейдите работу сюда, перейдите работу сюда. И затем в конечном итоге пришло предложение, от которого я не мог отказаться. Мне казалось, что пора реализовывать свои какие-то возможности, внести свой вклад, как говорится, в то, что меняется. И потом, в конечном итоге, все это совпало с тем, что наступила независимость. Здесь уже уходить обратно в науку, в спокойную жизнь, уже просто чувство долга не позволяло. Я чувствовал, что нужно вложиться, нужно работать в то государство, которое создается. И поэтому, в общем-то, достаточно, скажем так, с большим внутренним чувством, я принял приглашение тогда и стал работать в аппарате. Поскольку, когда работал в университете, я удалось выучить язык, я был одним из немногих, кто мог работать с английским языком. И получилось так, что меня направили на внешнеэкономические, внешнеполитические дела. Я стал тогда государственным советником. Сначала руководителем отдела, потом государственным советником. Затем направили работать только что в созданном Министерстве внешнеэкономических связей. Это было тоже удивительное время, когда мы вдруг начали работать по контрактам, по внешним контрактам. Причем не знали ничего. Кстати, вы организовали, насколько я знаю, поездки и нашего главы за рубеж, и принимали за рубежные делегации. Да, это было. Что это был за опыт? Сможете, может быть, какую-то историю рассказать? Вы знаете, опыт у Розни, скажем, опыт первых лет был совершенно другой. Мы дети были. Мы к каждой бумаге тогда относились, как, что это, я не знаю, исторический документ. Подписывали меморандум, сидели ночами над ними. Это сейчас мы уже так понимаем, что меморандум и соглашения – это разные вещи, договоры, другой порядок уже. А тогда, в общем-то, только-только на ощупь. Никто, как говорилось раньше, академиев не кончал, и мы, в общем-то, были не из той сферы. Но и здесь приходилось отрабатывать все заново. И протокол, и экономические соглашения. Конечно, первый опыт был очень тогда сложный. Тем более, что и время было очень сложное. Что это было за время? Насколько я знаю, Ислам Дуганевич был резко против выхода вообще страны из состава Союза. И до последнего как бы держался за эту возможность. Именно в стране. Что это было за время? Что это был за дух такой? Ну, в целом, надо сказать, что это было время всплеска такого большого. Который, естественно, был. Импульс был дан вот той перестройкой, которая шла. Импульс был дан процессами демократизации, гласности, которые тогда говорили. И здесь тоже, вот я помню, Ташкент будоражило. Митинги, движения, марши, выступления за предание государственного языка узбекскому языку, за большую свободу в сфере религии. Это очень сложное время было. И причем, поскольку чуть-чуть приоткрылось, уже начали поднимать голову и те, ну, которого не хотелось бы, чтобы они, ну, скажем, радикальные такие силы, экстремистские силы. Не про свое было. Вспомните, в Намагане какие события были. Только-только еще не отболело то, что в Иргане случилось. В общем, напряжение витало в воздухе. Нет параллели между тем, что сейчас происходит и тогда? Сейчас в Узбекистане? Ну, в 2016 году, скажем так, в Узбекистане и тогда. Ну, абсолютно нет. Тогда было предхаусное состояние и, в общем-то, было ощущение какое-то неуправлять. Кроме всего прочего, экономическая ситуация в целом и в Союзе тогда на его излете была очень сложная. Ну, и в Узбекистане, я помню, что, в общем-то, проблемы были очень-очень серьезные. Не было денег и не было ничего, нечего покупать. И у тех, у кого были деньги, тоже нечего было. Ну, в общем-то, все было шаром покати. Но, с другой стороны, скажу прямо, что уже вот на той волне стремление к независимости, к обретению суверенитета все сильно усиливалось. Иногда вот говорят, что, ну вот, когда президент Каримов объявил независимость, депутаты оцепенели от неожиданности. Не было ли это растерянности, кстати, хотел спросить? Не было. Никакой. Я, как свидетель того события, я сам сидел в том зале, мы готовили это заседание, готовили его несколько недель, днями и ночами сидели, писали решения, отрабатывали его. Причем к нам заходили группы депутатов, отрабатывали они, причем были радикально настроенные, которые уже ставили вопрос более даже далеко идущими последствиями, уже как по другое название Узбекистана. Но, в целом... Не помните, какое название планировалось? Ну, там витало многое. И Туркестан, и даже были какие-то, в общем-то, многие там были варианты, но то, что тогда стремление к тому, чтобы объявить независимость, было тогда доминирующим. Причем, хочу прямо сказать, даже вот тогда, как говорят, русскоговорящая часть, она понимала, что это неизбежно. И все мы к этому шли, и я вот помню, что это было с огромным воодушевлением работали. Мы понимали, что создается новое государство. То, о чем мы вот с детства мечтали, я, например, вот еще помню, и всегда думали об этом деле. И вот когда этот акт свершился... Вы с детства мечтали, что Узбекистан будет? Мечтали. Всегда. Всегда. И я помню, что даже мы в школе с одним моим другом даже какую-то подпольную организацию хотели создавать. Я помню, что в университете мы всегда думали, причем просчитывали варианты. А если мы выйдем, вот как будет решаться вопрос энергии? Или как мы будем брать где-то что-то такое там? Наивные какие-то были рассуждения. Ну, в общем-то, в целом, ощущение того, что это должно случиться, оно всегда было. Вот я это, как говорится, перед Богом не придумываю это сейчас. Это было всегда, и по этому поводу, в общем-то, иногда приходилось и стычки бывали. Ну, что было, то было. По крайней мере, когда объявили независимость, это была огромная радость. Однажды поздно ночью возвращался с работы через несколько недель. В сами эти дни, когда я объявил, все было загружено работой, что-то мы делали, было очень тяжело. Но однажды ночью, возвращаясь, я вдруг увидел высвеченный ярким фонарями флаг Узбекистана. Это на таком, на фоне темного узбекско-ташкентского неба. И вдруг, знаете, такое волнение ударило в виски. Аж спазм перехватил горло. Мы живем в независимой стране. И вот это ощущение до сих пор меня не покидает. У нас принято считать, что Узбекистан, первые, скажем, несколько лет преодолев, до 1998 года развивался прекрасно. То есть был расцвет бизнеса, было много западных корпораций и так далее, и так далее. Потом все пошло на спад. Что по факту послужило причиной этому? То есть, если я могу назвать причину того, что пошло не так после 2005-го, но что произошло после 1998-го? Вы знаете, я думаю, что рубеж был 1996-й год. В начале действительно тот экстенсивный этап, элементарно, Кирилл, сам факт того, что произошло раз государственное, разрешили частную собственность, деятельность, это огромный экономический факт. При любом режиме, скажем, независимо от экономической политики, то, что вы дали свободу людям работать, производить, торговать, ездить, он уже сам по себе дает, несмотря на усилия правительства, мощный всплеск экономический. Это произошло в начале 90-х годов, когда люди начали, ощутили экономическую первую свободу, когда уже не было такого монополия социалистической собственности. Это уже дало мощный всплеск такой. И тогда уже, в общем-то, вдруг, вот к 94-му году, я помню, я тогда работал в Германии, я заметил такое явление. Приезжая, люди перестали просить организовать им шоппинг. Раньше до этого они приезжали, первым делом бросались покупать все, продукты, одежду. А теперь они начали говорить, что, может, в музей пойдем, может, в футбол посетим, или, может, в театр куда-нибудь пойдем. Это был 94-й год, особенно вот, когда ввели национальную валюту, и там ее курс был, по-моему, что-то в районе меньше 10 сумм на 1 доллар. В общем-то, и причем даже, как был период, курс падал, до 6-ти, что ли, он опустился, приблизительно так было. В 96-м году закрыли конвертацию, изменилась система. Что послужило причиной закрытия конвертации? Я думаю, объяснение было такое внешнее, что нам, начиная с самого такого упрощенного объяснения, что мы не можем тратить золотовалютные ресурсы на покупки жвачки, хотя как раз-таки завод жвачек после этого увеличился. Скорее всего, к тому, что, в общем-то, здесь создался характер системы, попытка централизовать систему управления и монополизировать роль государства в экономике с точки зрения распределения ресурсов. Когда конвертация контролируется центральным органом, значит, теперь уже правительство, оно распределяет уже у частных компаний, у предпринимателей не остается ресурсов для развития. Это в основном стало государство регулировать все эти вопросы. Это характер, ну, скажем, такого старого госплановского подхода. Это рефлекс того, как люди были воспитаны, что есть узкая группа умных людей, которым гораздо лучше решат, как развиваться обществу, чем дать это, ну, скажем, на откуп невидимой руки рынка. Ну, что было, то было. Но в конечном итоге получилось так, что ужалась частная предпринимательская деятельность. Более того, именно из-за этого не удалось нам создать нормальную финансовую систему, банковскую систему. Всегда тогда наши друзья, которые работали в банке, обижались на меня, когда я говорил, что у нас нет банков. У нас есть государственные предприятия по управлению государственными финансовыми ресурсами. Это не банки, если они не борются за клиентов, если они не участвуют в перераспределении ресурсов. Ну, что было, то было бы. Для меня рубеж был не 98-й, и даже не очень себе представляю, почему вы назвали этот год. Но именно 96-й, когда... Ну, может быть, из-за дефолта? Ну, дефолта был в России. У нас тогда дефолта не было. У нас это не коснулось. Как не коснулось? Коснулось, но это опосредственно. Наш, собственно, внутренний триггер сворачивания и изменения системы экономической был 96-й год, когда закрыли конвертацию. Ну, с банками, на самом деле, система до сих пор не поменялась, насколько я понимаю. Меняется. Меняется. Сейчас есть планы по этому поводу. Пытаемся, уже выставлено на торги несколько банков, чтобы они их приватизировали и пришли, скажем, их выкупили. Пока, ну, скажем так, это в планах, но это удается. Перед ними уже поставлена задача быть более активными в распределении ресурсов, прежде всего микрокредитов. Опять-таки, государство говорит банкам, как работать. Ну, кто-то должен говорить. И уже идет такой достаточно долгий период, когда ситуация... Вы знаете, Кирилл, из того, что я свыше сказал, не должно создать впечатление, что я за то, чтобы государство полностью отдало вожье управление экономикой. Абсолютно нет. Роль государства, она должна быть всегда. В стратегических вопросах, в определении приоритетов, в создании условий. Ну, она везде есть, в любой стране нет абсолютно либеральной экономической системы, где вот этот принцип «less this fair» действует в лабораторно чистом виде. Это в конечном итоге всегда соотношение, скажем, германо-скандинавская система, она совершенно другая, скажем, японская система тоже совершенно другая. Там роль государства достаточно сильна. И особенно на нынешнем этапе, когда нужно трансформировать экономику, я думаю, мобилизующая роль государства должна быть обязательно. К экономике мы еще вернемся. Ислам Дуганич Каримов, можете описать его не в качестве хорошей, плохой, а именно то, каким он был человеком в целом? Я не могу сказать, что я очень близко его знал, хотя много мы общались. В общем-то, это человек, который держал на дистанции всех, даже самых ближайших. И поэтому сейчас какие-нибудь давать ему личные характеристики я не хотел бы. Во-вторых, я всегда считаю, что политическим деятелям, прежде чем давать оценки, нужно, чтобы время отлежалось, как говорится, ушли эмоции. Для меня, кроме всего прочего, почему я работал и всегда был активным участником тех дел, которые... Потому что он намертво стоял за независимость Узбекистана, и очень жестко. И это, конечно, не могло не привлекать нас и других. При всем при том, что, возможно, у нас были какие-то вопросы к экономической политике, к внутренней политике. Но, тем не менее, то, что он для становления независимостью Узбекистана сделал многое, это нельзя отрицать. Мы многого не знаем, мы можем не знать, но после него, судя по вернуться, осталось невероятное количество проблем практически в любой отрасли. За это может быть ответственен один человек, или это все-таки совокупная такая работа? Вопрос такой достаточно философский, трудный. Всегда есть роль личности. У нас очень популярна философия «царь хороший, бояре плохие». Я пытаюсь найти для себя ответ на этот вопрос. Ну, это, скорее, российская теория. У нас-то, я не знаю... Она у нас тоже прекрасно имплементирована. Возможно, возможно. Но я хотел бы избежать упрощенных ответов, когда все сводится к тому плохому царю, хорошему царю. Масса исторических обстоятельств. И в данном плане, надо сказать, то, что в тенденциях того времени сказалось характер президента Каримова и плюс, и в минус, это однозначно. Человек, который прошел определенную школу жизненную, госплановскую и с определенным характером, это, конечно же, на том уровне централизации, я бы сказал, сверхцентрализации. И в политическо-экономическом смысле слова, конечно же, он сказался. Характер с точки зрения твердого отстаивания в его понимании независимости Узбекистана тоже сказалось. Поэтому здесь вместе с тем сказать, что он один, он же, знаете, меня иногда некоторые политологи американские задавали вопрос, в какой степени президент Каримов зависим от окружения, от общественного мнения. Кто может сказать, что он абсолютно независим от этого? Он, конечно же, учитывал. Он учитывал, ну, то, что называется, то, что витало в воздухе, что думает интеллигенция, какое, скажем, оттуда идут сигналы. Это любой руководитель обязан корректировать свои действия в зависимости от ожидания людей. С этим можно поспорить. Возможно, давайте спорить. Но другой вопрос, что, возможно, вы, есть абсолютно тоталитарные режимы, где как хочу, так и ворочу. Уверяю вас, даже в этом случае, самый диктатор из тоталитарного общества в конечном итоге или учитывает, или пытается формировать общественное мнение. Почитатель Симонова, когда он беседовал со Сталиным, и Сталин ему говорил, нам нужна левая газета, которая абсорбирует в себя мнение определенной части интеллигенции. Вот он свидетельствует того, что даже тогда, даже при абсолютно тоталитарном режиме, с уважением относились, по крайней мере, к тому, что нужно учитывать мнение. Субтитры создавал DimaTorzok Есть слухи, что после смерти Каримова Узбекистан, по сути, стоял на пороге государственного переворота. Там российский спецназ, самолеты российские в аэропорту. Насколько это близко к правде? Абсолютно не близко. Я сам был тогда. Я и тогда работал в Сенате. Вы знаете, учтите, что у Узбекистана есть древняя история государственности. Это сидит в генетическом коде народа. Иногда, кстати, даже мешает прогрессу. Вот наш, вы знаете, некоторый был такой немецкий ученый, Фегель. Он назвал центрально-азиатские государства гидравлическими государствами, государством, которое зависит от системы водного хозяйства, которая, поскольку выживание общества зависит от устойчивой системы водоснабжения, а это так, здесь 90% сельского хозяйства всегда было на искусственном орошении. Оно всегда требует централизованного управления. Без этого будет хаос, без этого не будет развития и даже просто воспроизводства. В этих условиях централизованное государство очень важно, поскольку единый центр, который управляется этим процессом. И он говорит, не я, он, что люди в течение тысячи лет готовы были отдать часть своей свободы, но зато иметь устойчивые факторы развития общества. Возможно, это спорное утверждение, но это видны ученые. И вот история центрально-азиатских государств всегда показала, что люди всегда здесь и истеблишмент, и сами люди питали особое уважение к институтам государственности. Я думаю, что даже в тот период было понятно, что здесь каких-то резких движений не будет. Все было естественно, на основе обсуждений. Я помню, что каких-то перипетий там, в районе площади Мустак-Илилик, ни в одном из зданий не было. Мы тогда тоже денно и ношно были на месте, работали, обсуждали. И, в общем-то, с самого начала все было предсказуемо для нас. Вы знали, кто станет следующим президентом страны в ближайшее время после кончины Каримова? Я не только, скажем, не то что знал. Как можно знать? В конечном итоге давайте скажем так, что есть процесс выборов, процедура согласования, скажем, у всех сил влияния. Кто был кандидатом? Потому что мы внизу совершенно не знали. Для меня был кандидатом Мерзяев, однозначно. Я его всегда хорошо знал и считал, что альтернативы ему не было тогда. И с самого начала везде однозначно поддерживал эту кандидатуру. Исторически Узбекистан в прошлые годы пробовал разные пути развития. По-корейски, по-турецки. У нас был собственный. Ну, конечно. Ну, да? Интересно для меня что-то новое. Собственный путь, так называемая узбекская модель. Каким путем мы сейчас идем? Есть ли этому название? Во-первых, не помню, чтобы Узбекистан официально брал на себя, примерял тогу какой-то другой модели. Корейскую, турецкую, китайскую. Пытались определить так, по какой он модели идет. Но всегда Узбекистан тогда говорил о том, что у нас есть свой особый путь. Для меня всегда тоже это было большим вопросом. Никогда, когда я работал и раньше, я ни это словосочетание узбекской модели экономики не воспринимал. В принципе, я считаю, что все человечество, в общем-то, имеет общие принципы развития, общие законы, закономерность развития. Есть, конечно, национальные особенности. Но когда определяется, скажем, такой под термином собственной модели экономики, все то, что касается игнорирования общих законов развития экономики, это нельзя принимать. Сегодня, я думаю, что это можно четко сформулировать. И вот новая политика, которая проводится, она была инициирована президентом. Кстати, очень неожиданно для многих. Для меня была неожиданна та степень изменений, которые президент Шавкат Миронович Бердяев принес в родители Узбекистана. Мало кто ожидал такого достаточно смелого, прорывного изменения направления в Узбекистан. Она предельно проста. Светская демократия, открытое общество, социально ориентированная рыночная экономика. И я готов подписаться под каждым из этих частей этой триады. Кто-нибудь может дать гарантию, что нынешняя наша модель верна? Потому что, по сути, в ней еще сохранились административно-командные методы управления. Те же самые банки до сих пор выполняют то, что говорит государство. Мы говорим о том, что мы хотим создать, или о том, что сейчас есть? Вы говорите, верна или не верна. Модель, куда мы стремимся, светская демократия, светская демократия, открытое общество, включая, кстати, развитое гражданское общество, социально-нориентированная рыночная экономика, на мой взгляд, я искренне убежден, это единственное правильное. Нет альтернативы, в ней масса недостатков. Не буду изжеванную фразу Черчилля говорить про демократию, что это самая плохая, но нет ничего лучше. Это уже, как говорится, банальности. Но нет другого. Был такой ученый, Бердер Льюис, он в Принстоне преподавал, и великий знаток нашего региона, и очень хорошо знает развитие. Он говорил, что есть четыре возможных варианта развития общества в нашем регионе. Первое, это социализм, ну, потерпел поражение и дискредитировано. Второе, национализм, как создание национального государства, его повестка дня исчерпана, он не может быть мобилизующим фактором. Исламизм, но мы видели, к чему приводится общество, основанное на религиозных принципах. Это не основа для прогресса. И третье, светская демократия. Если вы сейчас меня назовете пятый вариант, вы будете лауреатом Нобелевской премии, будем рекомендовать. Нету пятого. Я, пожалуй, уточню насчет исламизма, потому что, при всем уважении, сейчас роль религии очень сильно возрастает в государстве. Это другое. Роль религии должна возрастать. Религия, как сказал знаменитый английский ученый Арнольд Туинби, единственное средство преодоления противоречия между извечным эгоцентризмом человека и интересами общества, это духовная скрепа общества. Бороться против религии не надо. Но религия и светская демократия, они не противоречат друг другу. О, или? Абсолютно. Другой вопрос, что вы можете задать такой каверзный вопрос, а как насчет ислама и светской демократии? Возможно по этому поводу дебатировать. Хотя опыт той же Турции показывает, что в принципе с трудностями и так далее, но это можно совмещать. Но все светские демократии, ну допустим Германия, многие другие страны, там религия играет огромную роль. Я сам работал в Германии, знаю, что в воскресенье нет такого бюргера, который не идет утром на церковную службу. И в Америке, скажем, если человек не ходит в церковь, он не имеет никаких шансов ни в политической сфере, ни среди общества. Противоречий здесь нет. Это не значит, что мы, уважая религию и помогая, и сегодня религия играет совершенно другую роль. Она и должна играть консолидирующую роль. Роль духовной скрепы, создать духовные империативы. Ведь то, что было сказано в Нагорной проповеди Христа, долгие годы было центральной темой всех философских течений. Кстати, она даже нашла свое отражение в идеях социализма западноевропейского. Он уходит корнями туда, идеи Маркса и других деятелей. Но другой вопрос, что мы при этом должны четкую грань находиться. Демократия, светская демократия, уважает и должна поддерживать религию. Но ни в коем случае не надо здесь перемешивать их. Может быть, вопрос не совсем к вам, но какие могут быть гарантии, что завтра это не превратится в радикализм, который будет непосредственно поедать эту самую светскую демократию? Что не превратится? Уважение к религии, ее развитие? То есть то, что люди, в большом счете, вы назвали Турцию, но в Турции немного иное понимание религии. У нас оно какое-то немного совсем свое, как часто бывает. Вы не правы. Наши люди придумывают совершенно какие-то странные правила, которых нет в современной трактовке религии. Вы не правы. Я не знаю никакой другой страны, где идеи толерантного, просвещенного ислама были так сильны, как в менталитете узбеков, таджиков, центральноазиатских народов здесь. Это всегда было так. Я вам прямо скажу. Многие мои турецкие друзья, они говорили, мы должны у вас учиться, у ваших людей, уважению к исламу, но вместе с тем уважению к другим религиям. Нигде в мире не было такого, чтобы в течение двух тысяч лет евреи жили здесь в мире и согласие, их очень уважали. И они были важнейшим сегментом нашего общества. При всем при том, что это было государство, где большинство населения были мусульманами. И это казалось не только этих, а здесь и бахаи жили. Кстати, были созданы, бахаи отсюда пошли, к христиане, минониты и так далее. Наш центральноазиатский ислам, он был основой предыдущих ренессансов даже, потому что именно его тяга к книге, к просвещению, наш центральноазиатский ислам, он может быть примером для других. И об этом вот сегодня мы об этом и говорим, но вместе с тем я не хотел бы здесь создавать такие розовые иллюзии о том, что здесь все хорошо. Будут попытки, конечно же, сюда привнести и политический ислам, и агрессивный ислам. Не без этого. Есть, к сожалению, условия глобализации, границ нет. И возможно даже экспорт каких-то идей. Именно поэтому мы сегодня должны работать все вместе, и гражданского общества, и парламент, и правительство, над тем, чтобы культивировать наш исконный, толерантный центральноазиатский ислам, который был основой предыдущих ренессансов и будет способствовать третьему ренессансу. Вы сами религиозный человек? Вы знаете, одно из качеств нашего ислама, централизатского, деликатность. Я никогда не задаю вопрос, и не люблю, когда мне в душу лезут. Поэтому без комментариев оставляю этот факт. В декабре 2019 года вы сказали, что современная экономика показала, что система с большой госдолей неконкурентно способна. И ключевой показатель и основное направление админреформы – приватизация и устранение монополий. Прошло больше года, доля государства в банковской сфере стала еще больше, а приватизировать объекты не спешат или пытаются реализовать ее среди узкого круга участников. Принято специальное постановление, по которому 2000 объектов государственной собственности должны быть приватизированы. Это совершенно другое условие. Сейчас мы уже начали над этим работать. 2000? Но это тоже только начало. Когда-то надо начинать. Это раз. Во-вторых, думаете, приватизировать легко? Приватизация – это очень сложный процесс. Во-первых, оценка. Во-вторых, нельзя, чтобы приватизация стала разграблением имущества. Потом приватизация не должна привести к коллапсу этих самих предприятий, чтобы не получилось так, что городообразующие крупные предприятия вдруг перестанут работать. Появятся тысячи безработных, и все социальные объекты, которые сегодня подвешены на этих крупных объектах советского стиля крупных комбинатов, вдруг исчезнут. Поэтому сейчас стоят две задачи. Первое – модернизировать крупные городообразующие предприятия, которых трудно приватизировать. Во-первых, нет капитала для них. Кто будет покупать их акции? Ваучеры не сработают. Здесь нужно сделать таким образом, чтобы это называется маркетизация в экономике, когда их деятельность будет максимально приближена к условиям рынка. Не будет мягких кредитов. Система аудита, отчетности приблизена к международным стандартам. И таким образом они как бы станут равными игроками рынка. Вы знаете, был такой венгерский знаменитый экономист Лаэш Карнаи. Он создал этот термин «мягкая кредитная политика». Когда государственные предприятия получают без всяких ограничений кредиты, это в конечном итоге их убивает. Поскольку нет стимулов, нет мотивации для совершенства работы. Это одна страна вопроса. Но есть другие предприятия, которые можно и нужно не только маркетизировать, а напрямую приватизировать. И они будут приватизированы. Что-то мелькнуло про Кока-Колу. Идет естественный процесс торга. Кстати, рынок – это торг. И ничего удивительного в этом нет. Ну, пусть поторгуются. Посмотрим. Но то, что это находится под контролем, в том числе Сената, это однозначно. Мы будем внимательно отслеживать все процессы приватизации. Я планирую вместе с нашими комитетами, несколькими комитетами, где мы будем в мае, вместе с агентством по управлению госимуществом и демонополизацией, вместе рассмотреть вопрос процесса выполнения тех задач, которые президент в прошлом году в конце поставил, о приватизации двух тысяч. Кстати, банки там тоже сидят. Сколько примерно времени на это нужно, по вашим прикидкам? Конечно, хорошо бы быстро, но быстро приватизация не получается. Более того, когда это получается быстро, это получается нехорошо. Это не только экономическая, но и социальная проблема, Кирилл. И с этим шутить нельзя. Мы внизу, то есть мы вот это вот Facebook, вот эти все тиктоки, телеграммы и так далее, складывается полное ощущение, что правительство на местах, да, я говорю именно на местах, абсолютно не слушает или не слышит народ. Эти сносы, вырубки, правильные там, неправильные переходы, указатели. Как вы думаете, почему так получается? Ну, во-первых, Facebook, TikTok не внизу. Может быть, они сегодня даже наверху находятся в нашем социуме. Это раз. Во-вторых, не согласен с тем, что правительство и на местах не слушает и не слышит. Мы с вами говорили о том, что даже во время пандемии было видно, что правительство слышит и реагирует на то, что ставит гражданское общество, в том числе и социальные сети. Ну, я не знаю, я могу тысячи примеров привести, когда любое выступление блогеров, Facebook и TikTok, и на следующий день была реакция местов. Неужели вы не видите, что они реагируют сегодня, что они побаиваются? Местные органы власти, что они реагируют на это дело? По последнему кейсу с парком возле Голубых Куполов, народ, жители Ташкента были резко против. Весь народ? Ну, те, кто был... Весь народ. Мы не сможем сказать за весь народ. Есть инициативная группа. Поэтому не надо говорить за весь народ. Инициативная группа. Хаким пошел встречаться с ними. Как это не слышать? Он услышал, он с ними разговаривал. В чем вопрос? Воз и ныне там, то есть нет, мы будем все равно строить. Интересно. Вы видели макет? Я видел место, где это будет. Макет еще не претендован. А что мы обсуждаем? Само, что возможно будет в вырубках. Вы сначала по вырубке сказали, что ни одного дерева не будет вырублено. Вы знаете, я хочу увидеть этот макет, потом высказать свое мнение. И предлагаю всем остальным. И как вы сказали, всему народу Узбекистана, после высказанной соображения, это раз. Во-вторых, такие вещи надо прислушаться к... Давайте создадим какую-то экспертную группу настоящих, знающих людей, архитекторов и так далее. И тоже услышим их мнение. Первое. Ситуация обсуждается. Был прямой контакт между руководством города и инициативной группой. И давайте будем вместе продолжать обсуждать. Это нужно делать, это очень важно. Люди имеют право высказывать свои соображения. Но давайте будем высказывать соображения, сначала увидев предмет обсуждения. Таких ситуаций достаточно много. Например, с теми же самыми же... Мы дадим всем... Давайте подведем итоги этой части. С учетом того, что я считаю, что одно из главных достижений последних четырех лет, после того, как президент Мерезеев начал эти реформы, было то, что деятельность правительства стала транспарентной, более транспарентной, может быть, и абсолютно транспарентной, но она нигде не может быть абсолютно, но она была... И во-вторых, установился в начальной форме, но уже достаточно продвинутый диалог. То, что есть встречи между руководителями местных органов власти и представителями общественности, это факт. И то, что для меня... Другой разговор. Но что же делать? А с чего начать? Вы сразу хотите установить стопроцентный диалог? Давайте подождем, вместе поработаем. Здесь, мне кажется, есть два фактора. Первое. Нужно развивать институты гражданского общества, неправительство, организации, как главный, ну, скажем, такой связующий... И второе. Надо развивать местный парламентаризм. Вы знаете, нет ничего лучше представительской демократии. Референдумом многие вопросы нельзя решить. Я могу вам привести тысячи примеров, когда референдум не решили. Для этого человечество выработало очень хороший способ. Люди избирают из себя наиболее знающих людей, и они уже на профессиональной основе принимают решения. Вот здесь главный вопрос развития. Вот здесь я согласился с критикой, что местные кингяши у нас еще не выполняют вот эту роль приводного ремня между населением и органами власти. И здесь нужно поработать. И мы в Сенате работаем над этим. Как вы сами относитесь к этому месту, к парку? К какому? К парку Голубой Коппола. Вы знаете, что значит парк? Я ташкентиц, я очень люблю Ташкент. Я люблю весь Ташкент. Люблю старый Ташкент, Ташкент моего детства. В студенческие годы мы там ходили. Вам не бывает грустно, что вы это все потеряли? Вы знаете, Кирилл, вот я очень люблю улицы своего детства, где журчали арыки, вдоль арыков росли кусты Райхана. Но и с другой стороны, я знаю, что это уже невозможно вернуть. Надо понять одно. Идет сложные процессы урбанизации. К сожалению, Узбекистан относится все еще к тем странам, обществам, где большинство населения живет на селе. В то время, как где-то лет 20 назад произошел перелом в истории развития человечества, когда больше людей стало жить в городе, чем в селе. Это где-то в районе 90-х годов, по-моему, если я не ошибаюсь. Это был абсолютный перелом. И сегодня огромные мегаполисы, кстати, их больше в странах развивающихся, чем в развитых, они вот доминируют. И сегодня в Узбекистане начался процесс урбанизации. Это принято специальное поставление по этому поводу. Здесь надо понять одно. Нет развитого общества, которое основано на аграрном обществе. Нет модернизированного общества, не урбанизированного. Хотим мы модернизироваться, надо понимать, что урбанизация будет. Та же самая отмена прописки приведет к этому. И в этих условиях развитие городского хозяйства. И понять, что вот это старое, это живой орган. И Ташкент всегда менялся. И будет меняться. Так же, как и все другие города. Другой вопрос, что надо сделать по уму. Вместе с общественностью, прислушиваясь к советам общественности, уважая права людей. Именно поэтому в прошлом году мы приняли специальный закон, который обуславливает, что... Во-первых, отняли у Хакимов право решать вопрос о отъеме земель, о сносах. Это все передано местным кингашам. Во-вторых, принято специальный новый закон, жилищный кодекс, который приводит в соответствие все эти документы. И здесь, конечно же, надо понимать, что перед нами очень большие и сложные задачи стоят перед всем обществом. И это не перед правительством, не перед всем обществом, включая гражданское общество. Очень тяжелый процесс. Очень, опять-таки, не все общество, но активисты очень к этому всему относятся. Очень хорошо, что они относятся. Очень хорошо, что они поднимают вопрос. Не надо останавливаться. Надо жестко ставить эти вопросы. Потому что монополии, наистину, ни у кого нет. Ни у тех, ни у других. Ни у гражданского общества, ни у правительства. Только нужно работать совместно, вместе. Я здесь хочу одну очень важную вещь сказать, Кирилл. И это мы все должны понимать. Президент Мерзяев начал реформы сверху. Не было побудительных стимулов. Это его, скажем, личная инициатива, личное понимание. И я уверяю вас, искренне его личное понимание. Это не было политической амбиции или стремления, скажем, утвердить свою власть. Это его понимание того, что нам нужно меняться. Он в это верит. Он очень, могу прямо сказать, переживает по поводу, что не все получается. Что, возможно, не хватает кадров у нас. Это острое не хватает кадров. Людей со знаниями. Технократов по-настоящему. Ну, что поделаешь, уехали многие. Но мы должны понять одно. Легких реформ история не знает человечества. Никогда реформы под аплодисменты, ну, вот скажем, как у Олеши в «Трех толстяках», когда был фестиваль революции с песнями пляс. Нет такого. Реформа – это очень тяжелый процесс. Исключительно тяжелый процесс – это ломка. Более того, он обостряет противоречия. Возьмем элементарный вопрос либерализации экономики. Либерализация неизбежно ведет к росту цен. Ну, куда денешься? Если вот раньше было, ну, скажем, субсидирование и так далее, сейчас, если мы хотим экономику привести в движение, создать стимулы, кому это нравится? Мне не нравится, людям не нравится. Но это надо делать. И поэтому реформы – это требует такой консолидации. Я думаю, что вот здесь роль гражданского общества, она очень важна. Я задам такой тоже вопрос от общества, скажем так. Почему настолько очень часто комично действуют чиновники? То есть есть же вот недавний случай, когда Хаким переехал жить в контейнер. Когда Заир Мерзаев, нами уважаемый, начал дарить чайники молодоженам. Они же все умнейшие люди. Для чего это все нужно? Ну, комично, к сожалению, действуют не только представители правительства. Комично действуют и другие сегменты общества иногда. Это тоже так бывает. Общество такое. Это уровень развития общества. И я думаю, что это тот болезнерост, который мы все должны пережить. Я думаю, что самое главное здесь, мы видим, что люди стараются, изменились. Ну, пять лет назад мы даже не могли обсуждать с вами эти вопросы. Я не мог бы сидеть с вами. Абсолютно с этим я никогда не спорю. Ну и все будет здесь. Поэтому, как говорится, давайте воспринимать то, как есть. И я думаю, что Узбекистан, Узбекистану еще предстоит много, многое изменить. В том числе и уровень кадров. Впереди выборы. 2021 года. Курс на политическую модернизацию продолжится. И чем, по вашему мнению, выборы будут грядущие от предыдущих отличаться? Очень важный вопрос. Очень важная тема. Мне кажется, что эти выборы по существу будут референдумом на оценку курса, реформ, который был проведен в предыдущие годы. Именно поэтому он очень важен. С другой стороны, понятно, что выборы пройдут в совершенных условиях. Сегодня другой Узбекистан, другое гражданское общество, другие средства массовой информации, другая степень открытости. И оценка будет очень жесткая. И подготовки, и проведения выборов. На мой взгляд, задача стоит предельно простая. И она состоит из двух частей. Первая часть, самое главное. Народ должен увидеть, что это честные и справедливые выборы. Что выбран действительно тот кандидат, которым он хотел. Второе, и это очень важно для имиджа Узбекистана, что международное сообщество, ОБСЕ, другие, тоже признают эти выборы в качестве честных и справедливых. Требует максимально другого уровня подготовки. И мне кажется, что очень важно, чтобы эти выборы создали задел для последующих реформ. Я однозначно прямо могу сказать, другого кандидата, чем Шавкан Миронович Мерзяев, я не вижу. Это человек, который инициировал эти реформы. Он их локомотив, он их генератор идей. И мне кажется, что придание ему нового мандата на следующий срок имеет жизненное значение для будущего Узбекистана. — Можем ли мы говорить о успешных выборах, не имея противовесу нынешнего кандидата? — Конечно. Здесь должны быть альтернативные выборы, альтернативные программы. Вы понимаете, в чем проблема? Почему? Мне кажется, один из источников противоречия, что социальный институт, социально-политический институт, который должен отражать интересы определенных классов, структур, политические партии, у нас сегодня недостаточно работают. Более того, скажем, просто не работают. Ведь именно они должны поднимать те вопросы, которые сегодня поднимают блогеры, поднимают гражданское общество, социальные сети. И именно политические партии должны сформулировать и выдвинуть лозунги и политическую программу, отражающую интересы разных славев населения. Ну, скажем так. — Политические партии сейчас работают не для народа, а, по сути, для президента. Они борются за его внимание, а не за внимание людей и за их бюджет. — Никто. Я, знаете, немножко, может, внутреннюю кухню раскрою. Никто, как президент, не подталкивает их к тому, чтобы они были настоящими политическими партиями. Он и во время ходе встреч, и им созданы все условия. Их непредложения все реализовываются. Все упирается опять в кадры, в людей, в их уровень подготовленности. Но я уверен, что сейчас процесс идет. Это будут другие политические партии. Понятно, что, если мы говорим о референдуме по оценке реформ, есть люди, которые не очень-то нравятся эти реформы, которые не хотят осуществления той модернизации, которая сейчас у нас идет. В силу разных причин. Должны быть политические партии, которые отражают и этот спектр. Пусть люди проголосуют за кандидата той политической партии, которая ставит вопросы по этому поводу. Именно вы правы, без альтернативных программ, без альтернативных кандидатов выборы не могут быть оценены как полноценные, справедливые и честные. Как насчет того, что невозможно самостоятельно выдвинуться в президента независимых кандидатов? В законе пока такое у нас есть. То есть это и нивелирует непосредственно возможность проведения выборов открытых? Нет, нисколько. Политические партии, если они настоящие политические партии, они могут себя абсорбировать. Мы можем по этому поводу дебатировать, можем провести конференцию. Есть много аргументов за и против. В принципе, структура такая, как политические партии, именно они призваны в себя включить. Но я вам одно могу сказать, что предстоят у нас несколько конференций. И вот этот вопрос о самовыдвиженцах, он тоже стоит. Я себе, честно сказать, плохо представляю, что у нас будут президентские дебаты. Это как-то вот в наших реалиях не особо. Мы человек вчерашнего дня, поэтому плохо себе представляете. Думаете, с перспективой. Вполне допускаю. Вполне допускаю. А как насчет того, что сенаторов часто критикуют за отсутствие собственных законодательных инициатив? То есть, в основном, все выдвигает президент. Очень просто. У нас нет права законодательной инициативы в Сенате. По закону у нас нет. Мы за это боремся сейчас. Мы ряд поставили вопрос о том, чтобы и Сенату тоже было предоставлено право законодательной инициативы. Надеемся, что нас поддержат. Но пока у нас нет этого права. Это в те времена, когда приняли закон о Сенате. Я не знаю, почему, но специально сказали. У Сената есть только право утверждать законы. Даже не принимать, а утверждать. А как насчет того, что некоторые члены правительства являются сенаторами? Например? Турсинхан Худайбергенов, советник президента и его главы МЧС. Эльмира Баситханова, бахтер Сайфулаев возглавляет комитет Сената. Он был назначен сенатором, когда был министром культуры. Он назначен и тут же освобожден. Эльмира Баситханова тоже освобождена. То есть они все освобождены? Да, это когда сенаторы идут, они уже не имеют права быть правительством. Назначили министром высшего образования. Вынуждены были освободить, хотя он хороший сенатор был. Как насчет Хакимов? Хаким представляет регион. Он не член правительства. Он руководитель своего региона. Его, скажем так, Кенгаш, его регион избрал сенатом. И это очень хорошо. Он представляет интересы. Сенат – орган регионального представительства. У нас нет политических партий. Там они должны представлять интересы регионов. Ну, кто лучше, чем против. Они принимают решения на основе голосования. Разве могут они принимать законы, которые нарушают их интересы в целом? Наоборот. Он должен при оценке законов давать оценку с точки зрения интереса своего региона. В этом баланс. Если в законодательной палате там доминируют интересы политических партий, их программ, то у нас – это органы регионального представительства. И каждый закон анализируется сенатором с точки зрения того, не посягает ли тот или иной закон на интересы того или иного региона. Кто лучше Хакимов знает эти проблемы региона. Или наоборот. Как в том законе должны учитываться интересы региона. И поэтому я думаю, что это очень нормальное представительство здесь. Здесь логика очень большая. Интересно. Я всегда думал, что они принимают законы, да, все вместе. Мы утверждаем законы, которые принимают в законодательной палате. И при утверждении рассматриваем их с точки зрения… Вот смотрите, сенат состоит из ста человек, да. Каждый регион делегирует туда по шесть сенаторов, которые должны изучать их с точки зрения перспективы самого региона. Кроме того, есть шестнадцать сенаторов, которые должны отражать общенациональные интересы. Такие как внешняя политика, оборона, наука. И вот эти шестнадцать и остальные вот эти восемь четыре, они образуют баланс общенациональных и региональных интересов. Президент в шестнадцатом году говорил, что должность Хакимов должна стать выборной. Но они все еще назначаются президентом. Когда мы к этому придем, как вы думаете, и нужно ли нам это вообще? Это нужно. Мы к этому обязательно придем так же, как и придем к тому, чтобы местные махалинские кингаши были отделены от органов исполнительной власти. Уже к этому мы сделали очень большие шаги. Например, в большом достижении прошлого года было удалось нам создать в каждом махалинском кингаши постоянно действующий секретариат, который обеспечивает полноценную отдельную работу от Хакимиата. Раньше так называемый отдел организационной работы Хакимиата, он отвечал и за работу кингаша. Полная каша была. Сегодня есть отдельные секретариаты. Более того, с прошлого года мы в Сенате вместе с Академией государственного управления начали обучение местных кингашей с точки зрения их подготовки к исполнению, ну скажем, самостоятельно такой работы. Я думаю, что по мере готовности кингаша и людей, если сегодня это сделать, не уверен, как это все получится, насколько это профессионально будет, потому что требует профессиональной работы. Возьмем элементарно один момент. С этого года местным кингашам дали очень важные полномочия по контролю за местными бюджетами. Не просто контролю, но еще и они имеют право воздействовать на бюджет. И утверждается каждый параметр. Вы знаете, работа над бюджетом требует профессионализма. При всем уважении, учитель, фермер, придя и сразу оценить бюджет не может. Он должен быть обучен. Здесь ему должны быть даны знания. Мы этим сейчас занимаемся. Я думаю, то же самое. избранность, избрание хакимов на всех уровнях, оно должно прийти вместе, вызреть, вместе с выстраиванием этой политической структуры местных кингашей. То есть, опять-таки, возвращаемся к тому, что люди должны быть готовы к этому. Безусловно. А судебная власть? То есть, тут тоже определенная зависимость от исполнительной власти через президента видна? От президента многое зависит. Это тоже. Но то, что у нас сейчас судебная власть сильно меняется, это тоже однозначно. То, что раньше не было, они под диктовку многих свои решения принимали. Сейчас уже мы можем сказать, что хотя тот же самый элемент внедрения сроков, пожизненного срока для судей, 10 лет, уже им дает больший уровень независимости. Я правильно понимаю, что пока у нас не наладится судебная непосредственно власть вообще в целом, институт судов, мы вряд ли выйдем в высшее общество, скажем так, экономическое? Это важная часть общества и для зарубежных инвесторов. Независимость судей очень важна. Сейчас, поверьте, идет интенсивная работа над совершенствованием судебно-правовой системы. В том числе даже изучается вопрос про внесение элементов английского права именно в экономический сектор. Изучается опыт Астаны в этом вопросе, Дубаев. Есть за, против, есть люди, которые поддерживают это, есть люди, которые против. Но все понимают, что без независимых судебных ветвей власти устойчиво развитию общества не получится. То есть можно прекрасно следить по прогрессу судебной власти, скажем так. В ноябре 2020 года во время визитов в США вы заявили, что население Узбекистана поддерживает вступление страны в ВТО. В правительстве и парламенте по этому вопросу консенсус достигнут. Вопрос же присоединения КС остается открытым, хотя есть весомые факторы в пользу членства. Во-первых, миллионы граждан республики работают в странах ЕАЭС. Во-вторых, географии и транспортные пути. В-третьих, главным пунктом назначения узбекского экспорта являются страны-члены Евразийского союза. Какие главные факторы против вступления ЕАЭС существуют? Вы знаете, любое вступление в интеграционное объединение предполагает ограничение твоего собственного суверенитета. Это аксиома. Ты делегируешь часть своих полномочий над национальным органом. Опасения в Узбекистане были насчет того, в какой степени мы сможем сохранить независимость проведения внешнеэкономических и внешнеполитических дел, и определения наших внешних партнеров. Что касается вступления WTO, то здесь таких вопросов особых нету, поскольку там есть очень ясные механизмы защиты своих собственных интересов. Почему у нас сейчас процесс переговорный идет достаточно долго? Потому что там выстраиваются очень четкие позиции в Узбекистане, которые позволят нам, с учетом степени развития нашей экономики, защитить свои собственные интересы и не быть поглощенным другими странами в торговые партнеры. С точки зрения Евразеса, этот механизм не был достаточно изучен нами, и вот поэтому было принято решение вступить сначала наблюдателями, повариться в этом соку, увидеть механизм, ну а потом примем решение. Опять же, вместе с обществом, вместе с общественностью. Общество как раз заявляет, что это политическое решение, которое ставит Узбекистан еще в более зависимое положение от России, что это возрождение СССР в новом формате, это союз, откуда нет пути назад. Вообще, есть ли в этом доля правды? Ну, во-первых, я слышал, и мы, конечно же, в парламенте изучали и такие мнения тоже. Вы знаете, мы 27 лет дистанцировались от этого. Были сами. Ничего хорошего не получилось из этого. У нас масса вопросов есть. Для меня, вот прямо скажу, немножко эмоциональный вопрос. Я всегда думаю о миллионах людей, которые сегодня в России, и которые очень здорово теряют. В России, в Казахстане, в других местах, которым очень неуютно от того, что они вне правового поля. Я думаю о тех людях, которые остались здесь, ждут своих родителей, кормильцев. И это прежде всего, нужно прямо исходить из этого. То, что мы сумеем защитить свои интересы и не поступиться политическим суверенитетом, для меня тоже императив. И я думаю, что это с нынешним президентом, который по своему характеру, по масштабу своей личности не станет, скажем, идти в какую-нибудь, скажем, под зонтик другого государства. Это тоже однозначно. Я думаю, что мы сможем найти оптимальный вариант. Почему Узбекистан и другие страны, Центральная Азия, не рассматривают возможность создания какого-то Центрально-Азиатского союза? Почему нам всегда нужен какой-то старший брат? Я уже ответил вам, когда говорил о том, что нужно для интеграции. Главным ингредиентом интеграции являются общие принципы, общие ценности и общие, скажем, сопрягаемые механизмы государственного и экономического устройства. В Центральной Азии этого нет. При всем при том, что есть огромный интерес, поэтому произведение сейчас ставит вопрос о создании какого-то интеграционного объединения. Но, я думаю, что одно из главных достижений внешней политики Узбекистана за последние четыре года было, что удалось восстановить доверительное сотрудничество стран-региону. Ну, пять-шесть лет назад в воздухе видала враждебность, подозрительность, какая-то подспудная агрессивность. Ну, как-то удалось, да, со всеми перерывами. А вот сейчас удалось нам создать, скажем, диалог, люди начали разговаривать, готовность к компромиссу. Ведь уже люди, то, что было застопорено годами по границам, сегодня уже люди начали обсуждать варианты, то, что было вообще табу для обсуждения. В то же время, Кирилл, я однозначно убежден, что пока мы не завершим процесс делимитации и демаркации границ, говорить о завершении становления независимых государств в Узбекистане или завершении транзитного периода рано, мы должны решить этот фундаментальный вопрос. Вопрос управления водными ресурсами, вопрос жизни и смерти. Сегодня удалось найти компромиссные варианты и двигаться вперед. Не все решено, еще впереди много дел, но уже созданы условия для двустороннего и многостороннего сотрудничества. Я думаю, на этом этапе это огромное достижение. С другой стороны, для западных стран с каждым годом Россия становится все более токсичной. То есть отношение России с другими странами ухудшается, что приводит к постепенной ее изоляции. Я думаю, мы это все видим. От этих санкций не страдает ли Узбекистан в том числе? Конечно, страдает. Всякие санкции... Не опасно ли Узбекистан оставаться привязанным к этой части земного шара? А что теперь делать? Отрываться от нее? Это наши исторические связи, которые уходят корнями не только на этот период, когда Узбекистан был частью Российской империи. Еще задолго до этого Великой Степи и Россия были одним единым пространством, где проходили общие процессы и торговые, и политические, и лингвистические, и экономические. И санкции влияют на нас с точки зрения того, что когда ухудшается ситуация в нашем ведущем экономическом партнере в России, конечно же, заотражается на нас. Российские рубли, условия работы в России. Для нас это нехорошо, поэтому говорить о том, что санкции на нас не имеют значения, это неправильно будет. Но по сути у нас нет другого выбора. Исторически сложилось так, что это наш важнейший партнер. Сегодня второй экономический партнер после Китая – это Россия. И это важнейший приток инвестиций. Миллионы наших людей работают. Мы буквально два дня назад, я беседовал, у нас были переговоры с нашими партнерами из Российского Сената, из Государственного Совета Федерации, Российской Федерации. И мы пригласили представителей Агентства по трудовой миграции и Российского Министерства внутренних дел. По их подсчетам, где-то сейчас даже полтора миллиона, свыше полутора миллионов людей работают. И они в прошлом году перечислили в Узбекистан, они метинцы называются, это 3 миллиарда долларов. Это для нас огромное тоже поступление к нам в Узбекистан. Это только то, что официально прошло. Может быть, еще есть какие-то другие каналы. Это очень важный партнер для нас и экономически, и политически, и гуманитарно. Наши гуманитарные и культурные связи имеют огромное значение для удовлетворения национально-культурных потребностей, в том числе большой части людей, живущих в Узбекистане, являющихся гражданами нашей страны. У вас никогда не было желание написать книгу по современной истории Узбекистана? Была. Как бы вы ее назвали? Не знаю, не думал о названии. Название произойдет после того, как я напишу. Но понятно, что она будет неоднозначная, потому что время неоднозначное. Очень сложное время, но интересное. Я очень, прямо скажу, счастлив, что мы дожили до этих дней, когда страна пришла в движение, когда у людей открылись лица, люди задают вопросы, спорят, недовольны. Но это другое общество. Вот эта замерзающаяся обстановка до 2016 года, она уже предельно обострела тогда, я не знаю, по-моему, внутреннее напряжение в обществе. Сегодня мы живем в обществе, которое идет вперед. И быть частью того, что происходит в Узбекистане, для меня огромное счастье. Что будет с Узбекистаном через пять лет? Я не арапул, чтобы говорить. Будем говорить, как мы надеемся. Мы идем к выборам. Я уверен, что президент Мерезяев – это человек, который находится в постоянном поиске, выдвинут новые лозунги, выдвинут новые идеи. И они будут более продвинутыми, не скажу радикальными. Многие у нас не любят этого слова. Но именно с точки зрения политической трансформации, экономической трансформации. Я уверен, что он придет с новыми, более свежими идеями. И это приведет к тому, что Узбекистан займет то место, которое он должен занимать. Но нельзя нам, Узбекистану, с нашим историческим, цивилизационным потенциалом, с нашими ресурсами находиться во второй сотне государств по уровню жизни, по качеству жизни. Нельзя. Это, ну, я не знаю, мы долг нынешнего и следующего поколения сделать так, что Узбекистан займет то место, которое он достоин занимать. Узбекистан